Ребят, это видео набрало у меня 12 миллионов просмотров. Вот совсем плохое давление воды в системе. Отрезаем трубу, да, и устанавливаем водонапорную башню, чтобы вода постепенно, очень медленно набиралась, и потом уже у нас появлялось давление. Но наши умельцы, так сказать, они приклеивают тройник и приклеивают кран обратно. И вместо водонапорной башни емкостью около 2 тонн и на высоте 5-6 метров они просто прикручивают бутылочку кока-колы, и все отлично у них начинает работать. Прикрыв там кран, а потом открыв его полностью, они показывают магию, ребята. Раз, и сейчас вода пойдет. Просто с шедевральнейшим напором. Я не люблю, когда обманывают людей, честно. Я снял этот ролик просто ради веселья. Ребят, смотрите, какие ролики набирают много просмотров. И все бы ничего, но люди начали обращаться ко мне с консультацией. Дмитрий, помогите увеличить напор в квартире, в доме. А правда ли можно бутылку кока-колы просто прикрутить, и все будет работать? Давайте проверим. И вот у нас с вами, друзья, ни хрена нет напора воды. Но это потому, что я кран просто прижал. Этот-то у меня открыт полностью, да? Ну вот оно, вот так вот у нас бежит. Вот здесь у меня прижат кран, еле-еле открыт. Поэтому вот такое вот давление. Ну, точнее, напор. Да, друзья, сейчас мы все с вами проверим. Но прежде чем начнем, я хотел бы рассказать про наш сайт. Грамотный сантехник, на котором вы можете познакомиться со мной. Кто я такой. Получить услугу онлайн-консультацию, проект отопления котельной и сантехники дома. Если вы в Екатеринбурге, так же я выезжаю, делаю услуги, котельные собираю, там ремонтирую котлы. И так же у нас есть рубрика обучающие материалы. Котельный Баблоруб по ремонту газовых котлов. Как на этом зарабатывать до 150 тысяч в месяц. Уже очень много отзывов, видеоотзывов. Попадаете в секретный чат мастеров. Можете все это дело посмотреть. И так же если вы хотите научиться полностью заниматься монтажом сантехники, ремонтом газовых котлов. Ну вообще прям в комплексе, стать грамотным инженером. То вам подойдет комплекс обучения от котла до тепла. Грамотный инженер. Там у нас 90 видеоуроков, 65 текстов, 8 реальных примеров монтажей. Полный курс по газовым котлам. И мы вас не бросаем никуда. Вы получаете сертификат и качественную поддержку в чате мастеров. У нас там больше 300, почти 400 человек. Отзывы, видеоотзывы также можете посмотреть на сайте. Теперь давайте в этот же конструктив, по той же схеме добавим бутылку. И посмотрим как она наберется и откуда там появится это волшебное давление. Ну что друзья, взяли бутылочку из-под минералки. И сейчас вот эту всю схему мы ее внедрим. Ну что друзья, из подручных средств нашел старые краны, шланги. Собрал такую же ерунду с бутылкой. Также прикрыт кран внизу. Ну что, поехали. Значит открываем кран вот этот на полную. Считайте, что у нас напор сейчас пойдет. Как он пойдет, сейчас посмотрим. А никак он и не пойдет. Чуть-чуть бутылку постепенно надувает. Потому что постепенно все-таки вода начинает расширяться. Вода начинает расширяться. То есть она сюда давит, но напора не хватает, чтобы ее сразу набрать, как в том видео. Такого просто и не будет. Вот, пошла по чуть-чуть, по чуть-чуть, помаленьку, потихоньку водичка набирается. При этом сжимается воздух. У нас вот здесь вот сжимается воздух. Видите, как она надулась жестко. Ну что, давайте попробуем открыть. Смотрите-ка, пошла, пошла, пошла. Вода реально идет. Идет, идет, идет. И все. Вот что у вас будет. У вас будет полстакана воды, которые наберутся вот сюда. И соответственно дальше продолжится абсолютно в том же духе. Вот так вот как постепенно шла вода, так и будет идти. Еще раз закрываем. И пока набирается вода, я хочу рассказать про то, что мы запускаем практические курсы инженер-бакси. Здесь мы будем разбирать полностью конвекционного типа котлы, конденсационного и напольного. То есть все бакси будут разобраны в этом курсе. Цена по предзаказу до 1 сентября. Я всегда 1 сентября выпускаю новый материал. И соответственно вы сейчас можете с 50% скидкой его приобрести. Что входит в обучение, вы можете в видео посмотреть. Также получаете сертификат. Качественную поддержку в чате мастеров. Отзывы о предыдущих моих мероприятиях, курсах и так далее можете посмотреть. Также на сайте. Ссылочки все будут в описании. Подсказка в правом верхнем углу. В общем вот столько у нас набралось. Бутылка работает как кидроаккумулятор. И вуаля мы открываем кран. Офигеть! У нас реально струя давления. И в бутылке мгновенно качается вода. Давление падает. И напора, ребята, как не было, так и не будет. Итак, если напора у вас нет, то вам необходим насос. То есть если есть откуда качать, то насос вас спасет. То напор у вас будет, насос будет прокачивать. И движущей силой своей, собственно говоря, этот топор создавать. По старинке сейчас разберем как раньше это было. То есть на самом деле раньше, вот я сейчас нарисую своим суперхудожественным, так сказать, скиллом. Нарисую домик, как это раньше выглядело. Вот у нас есть дом. Условно говоря, три этажа. Три этажа. Суммарная высота здания. Суммарная высота здания. Около девяти метров. Ну, этаж там, условно, три метра. Примерно. Примерно. Все примерно. А что делали раньше? Раньше все было просто. Был какой-то центральный водопровод, либо какой-нибудь колодец, в котором лежал там. Ну, давайте нарисуем здесь вот колодец. Колодец. В котором на глубине, там, я не знаю, двух метров, был погружен насос-родничок. Насос-родничок. Трубопровод по дому проходил наверх. И закачивал всю эту воду куда? Примерно. В вот такой стальной бак. Закачивал он ее по принципу унитаза. То есть, это бачок, в который вода набиралась какой-то определенного уровня. И, ну, стрелка не совсем так подходила. Соответственно, там был запорный механизм. И спокойненько набиралась эта вода. С учетом, там, 9 метров плюс метра вот этого самого бака, у нас получается 10 метров. А это под гравитацией одна атмосфера. Либо 1 бар. 1 бар. И вот именно под этой гравитацией, на первом этаже, мы получали сверхрасход в раковине давления в 1 бар. То есть, далее, вот здесь вот разбирался трубопровод. Там санузел третьего этажа, второго. Как правило, на третьем вообще не было ни хера. Вот. На втором этаже, дай бог, чтобы был, да, там какой-то санузел, ванна. В общем, смеситель здесь, чтобы вода шла. И, соответственно, на первом этаже. Здесь мы, естественно, имели давление ниже. А здесь выше. Либо отсюда же, опять же, ставился насос. Если мы размещаем это все дело вот внизу. Сейчас как делают. То есть, если дебита скважины не хватает. Если не хватает дебита не хватает. Если, как же, центрального водопровода, да, то есть воды, ну, реально не хватает. Просто вот строчка такая бежит, которую мы снимали, да. В подвале здания, как правило, заходит центральный. Водопровод. Допустим, одна вторая, там пол дюйма, да. То есть, это все дело очень тоненькая трубочка. Здесь у нас стоит счетчик, который считает. И, соответственно, вроде бы все и пошло. Но до второго этажа вода вообще не добегает, потому что давления не хватает. Соответственно, что делается? По такому же принципу ставится кубовая бочка. Кубовая бочка. В нее поплывок, который просто самотеком постепенно набирает эту бочку. Снизу же этой бочки уже через фильтра, через фильтра пробивает, забирает насос. Ну, нарисуем ее вот так вот. Раз. Насос. И насос уже, в свою очередь, по системе водопровода. Раз там на этаж, два на этаж. С учетом того, что к насосу еще гидроаккумулятор там небольшой стоит. Ну, скалу можно поставить, грунтфоса нет, не знаю, что можно поставить. В общем, ставится станция, которая прокачивает на все эти наши... И держит давление, например, 3 бара. И давления всем хватает, и напора всем хватает. И с учетом резерва одной тонны воды постоянно все отлично, собственно говоря, работает. А с бутылкой лайфхаки вот эти вот на полстакана воды вам хватит. Но не более. А наши лайфхакеры, приделав бутылочку, еще сжав ее вот так вот под давлением, да, они такие, типа, мол, вот смотрите, давление, нет, все классно, бутылку сжало. Они просто берут и открывают кран на полную. Открыв кран на полную, они, естественно, не знаю, оторвет мне бутылку сейчас нет, я ее приклеил на герметик. Мы, соответственно, открываем кран и смотрим, что будет. Достаточно быстро, да, набирается вода. И, соответственно, с тем же давлением у нас идет вода. Но бутылка, ребята, здесь абсолютно ни при чем. Абсолютно ни при чем. То есть, закрыв кран, у нас также будет расширительный бак небольшой, и все. Ой, все упадет сейчас. И если выключат у вас воду, вот с этого бачка будет у вас бежать стаканчик водички. Отлично же, да? Если это две тонны на крыше, то это вообще круто. Ну что ж, с вами был Дмитрий Пыжьянов, он же грамотный сантехник. Приезжайте, кстати, к нам на практику. Будем собирать котельные на баксе, на конденсационных котлах, двухконтурные, одноконтурные. Тоже все ссылочки будут в описании. Ватсап, телеграм, все вопросы можно задать. Всем огромнейшей удачи, надеюсь, был для вас полезен. И пока!